8.37 в городе на Неве. Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Все самые главные новости из жизни любимого города всей нашей страны и даже космического пространства. Только в нашем прямом утреннем эфире. Вот действительно, буквально через несколько дней нас ждет уникальное небесное явление. 3 июня грядет большой парад планет. Главные участники этого действия – Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн – уже начинают свое выравнивание на небесном небосклоне. Но вот, к сожалению, на празднике светил не будет видно Венера. Она почему-то не приглашена. В какое время суток лучше всего разглядеть планеты? Когда еще раз повторится это явление? И стоит ли опасаться, что парад планет может вызвать природные катаклизмы? Эти вопросы мы зададим нашему гостю. По скайпу с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской Академии Наук, кандидат в физико-математических наук Николай Железнов. Николай, доброе утро! Доброе утро! Ну, понятно, что планеты специально никуда не перемещаются. Это такое оптическое явление, оптическая иллюзия. Но за счет чего получается вот такое зрелищное выравнивание здесь, для нас, для людей на Земле? Или, может быть, все-таки куда-то они двигаются? Ну, давайте начнем с определения. Парад планет на самом деле – это ненаучное слово. Это придумано для красного словца, чтобы привлечить внимание к таким вот событиям. Более научное слово – это соединение. Это когда планеты, в принципе, выстраиваются в одну линию с Землей, и мы видим, что они как бы концентрируются в одной части Лева. Ну, поскольку абсолютно идеально планеты не соединить невозможно, то считается, что парад планет – это когда планета где-то в секторе где-то 20-30 градусов, не больше. Ну, сейчас вот я смотрел конфигурацию, на самом деле это все сенсация раздутая. На самом деле планеты уже собрались. Почему именно выбрали 3 июня, тоже абсолютно непонятно. Потому что парады планет, особенно если там далекие планеты соединяются, то они могут длиться неделю, этот парад планет может длиться. А, Николай, вот смотрите, опять же вы сказали, что вы уже что-то увидели на небе, но большинство людей будет ждать все-таки 3 июня большого парада планет. Анонсировано официально. Да, говорят, что в Москве это можно увидеть в 3 часа ночи. Скажите, а в Петербурге-то как это можно увидеть? У нас белые ночи. В какое время лучше всего? Так вот, я продолжаю, что есть два понятия. Есть видимые и невидимые парады планет. Видимо, которые можно видеть ночью. Сейчас все планеты концентрируются возле Солнца, к сожалению. И в совокупности с белыми ночами, то этот парад планет, так называемый, на самом деле мы увидеть просто не сможем, реально просто не сможем. Особо на широте Петербурга. Надо понимать, что и этот планет, он тоже немножко как бы раздутый. Например, то же самое Сатурн, он стоит от Солнца где-то примерно градусов на 70. Слишком широкий сектор. Да, они концентрируются в одной части неба. Да, это большая подспорья для астрологов, поэтому они могут всякие свои гипотезы высказывать. Более того, 5-го числа там будет новолуний, туда и Чат-Луна подойдет. То есть все светилы концентрируются на части неба. Но для астрономов это эффект только один. То есть зачеряем телескоп, уходим в отпуск. Николай, ну скажите, вот многие земляне, жители Земли, боятся, что именно вот когда происходит такое явление, как вот парад планет, случаются разные природные катаклизмы, цунами, землетрясения, торнадо и так далее. Связано ли это как-то или это все-таки совпадение и такие домыслы человеческие? Давайте успокоим. Нет, это абсолютно безвредные, скажем так, кавычки, явления. Но я немножко добавлю, что если ты хочешь посмотреть, может перед рассветом посмотреть на восток, там спираль зайдет Сатурн, потом Марс, а потом уже рассвет. В основном планеты уже будет тяжело увидеть, особенно на Шарте Петербурга. Но подобные явления, вот как большие парады планет, они происходят, ну раз действительно, может быть, 20 лет. Ну если вот так по 6 планет собирается, но это я бы не назвал, но не назвал парад планет. А вот малые, наподобие, вот как вот 4 планеты, да, они вот раз в год могут быть. В общем, парад планет все равно наблюдайте, можете 3 июня, можете пораньше, никаким катаклизмом это не приводит. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской Академии Наук, кандидат физик математических наук Николай Железнов. Спасибо большое.